МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите важную тему на телеканале ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Павлович Боднарчук. Добрый вечер. Здравствуйте. Геннадий Павлович, тема нашей встречи сегодня – это недавно состоявшийся в Казани семинар для представителей муниципалитетов по поводу программы «Единая Россия. Городская комфортная среда». Если коротко нашим телезрителям напомнить, будут выделены деньги по всей стране на благоустройство дворовых территорий, ну и, в общем-то, там еще ряд чего. Ряд чего сейчас вы нам подробно скажете, и, собственно, в Казани-то зачем вас собирали? Просто рассказать или конкретно дали ЦУ? Ребята, делать надо так. Ну, правильно, вы, Денис, сказали, что именно благодаря фракции «Единая Россия» в Государственной Думе была принята эта программа. И были беспрецедентно большие деньги, выделенные за резервированные в бюджете Российской Федерации именно на исполнение программы «Городская среда». Сейчас идет речь, и семинар состоялся именно при содействии Минстроя Российской Федерации. Были представители Минстроя всех регионов, были представители партии «Единая Россия», были представители муниципалитетов от всех регионов Российской Федерации в городе Казани. И в Казани, я как понимаю, именно потому, что практика и работа по такому направлению в Казани велась уже довольно-таки давно. У них уже есть наработанная практика по формированию комфортной городской среды, есть даже созданы специальные направления при администрации города, отдела управления, которые занимаются непосредственно реализацией комфортной городской среды именно в городе Казани. И тут очень важно было, как партия, которая приоритетной вещью именно в реализации этого проекта выбрала соучастие и участие в этом проекте горожан, непосредственно жителей регионов, жителей города, которые должны быть инициаторами того, что они хотят видеть в своем дворе, что они хотят видеть в городе, и как подразумевается благоустройство и развитие городской среды в непосредственном муниципалитете. Ну, я правильно понимаю, основная инициатива должна идти от граждан, в первую очередь. За вами никто бегать не будет, правильно? Если вы хотите, чтобы у вас была реализована вот эта программа, то, соответственно, пишите заявки. А еще, наверное, и деньги, готовьте к нас за финансирование. Это не так. На самом деле, опять же, и смыслом, и посылом самого семинара было то, что необходимо как можно активнее на местах именно проводить информационную работу с горожанами. Потому что часть людей в регионах не знает о этой программе. И активизировать вот этот процесс, и как лучше активизировать этот процесс, именно и рассказывали на семинаре. Ну, кстати, ну и как лучше? Вот мне аж прямо интересно. Ну, смотрите, Денис, мы тут немного опередили, предвосхитили эти события. И та информационная кампания, которая была в городе проведена еще на моменте дефектовки дворовых территорий, когда мы объясняли горожанам, что сейчас мы посчитаем, сколько это стоит, а потом будем запускать проекты по благоустройству дворов, она сыграла нам на руку. И сейчас, получается, горожане информированы были о том, что мы запускаем такого рода программы. И появилась программа федеральная партия «Единая Россия» именно о городской среде. И тут у нас уже активность в нашем, в частности, регионе, она очень высокая. Если ссылаться на опыт других регионов, там гораздо ниже активность горожан, именно с учетом того, что очень мало информации. Как участвовать, какие формы участия горожан будут, и как запускать эти проекты. Ну, хорошо, тут мы впереди планеты всей, да, дефектовку провели, все примерно понимаем. Осталось-то тут дело за малым самым денег-то, да, чего, когда мы… Нет, на самом деле выделены деньги уже по этой программе, уже деньги выделены, да, порядка 120 миллионов рублей на республику Карелия. Из этих денег, как я понимаю, сейчас уточняются суммы, порядка 60 миллионов рублей будет выделено городу Петрозаводску. Остальное идет в районы? Да, остальное уходит, да, на другие муниципалитеты в районы республики Карелия. На данный момент у нас порядка 600 заявок уже есть от горожан. Сейчас есть четкий алгоритм именно понимания, как эти деньги получат горожане и в какой конкретно двор. На данный момент и депутаты городского совета, представители администрации, кураторы от администрации по районам, представители ЖКХ проводят собрание граждан во дворах. Эти протоколы все сейчас собираются вместе. По ним будет проведен анализ по корректности сбора документации. Также будет создана комиссия определенная, которая будет по критериям федеральным. Опять же, я хочу поправиться, федеральные критерии уже отбора участников, они есть. Они подразумевают софинансирование горожан, софинансирование жителей. То есть все равно скинуться надо будет? Да, надо скинуться. И тут как раз на семинаре указывалась именно практика регионов, практика той же Казани, практика других регионов, где участие финансовое горожан было уже опробовано. И удивительно то, что где участие финансами именно жителей дворов было проведено, то никаких проблем ни с детскими площадками, ни с самим двором, дворовая территория не происходит, потому что жители уже понимают, что они сами вложили туда средства и уже воспринимают это как свое. Ну, это хорошо. Казань, там немножко уровень жизни другой, и чище там, и не буду ничего говорить, Петрозавод берем. Но у меня такое ощущение, что вот эта как раз нотка софинансирования может отпугнуть наших жителей, несмотря на то, что 600 заявок. Как вы считаете? Ну, я более того, на самом деле тут я больше вашего точку зрения скорее придерживаюсь. Не очень и депутатам понравилась вот именно основной критерий отбора – это количество и процент софинансирования. У нас может получиться такая ситуация, что более, так сказать, богатые дворы, вот более современные, где живут более люди в достатке, они, конечно, могут больший процент предложить для софинансирования и, соответственно, попасть в эту программу. Да, мы так хорошо, да, будет еще лучше. Ну, а что? Вот тут есть, да, определенный нюанс, но, к сожалению, вот таким образом на федеральном уровне Минстрой и люди, которые разрабатывали программу, они предложили этот вариант. Будем сейчас искать, конечно, варианты, сможем ли мы какие-то свои поправки вносить. Вот в эти нормативы, но… Ну, вот эта хорошая нотка звучит от вас. Нормативы, поправки и так далее. Что, я так понимаю, все-таки мысль есть о том, чтобы привлечь бюджетные деньги. Есть, конечно, разные формы, но тут я же говорю, мы должны ссылаться все-таки на федеральные нормы, на нормы закона, и тут у нас руки связаны. Ну, вот представьте. Но на самом деле, да, я согласен с вами. Потому что люди-то что, софинансия скидываться, ну ладно, сделаем, и потом придут какие-то уроды малолетние, все разломают, краской испишут. Ну и что, скинулись называется. У нас примерно так все и заканчивается. Ну, вот знаете, у нас на самом деле, Денис, сейчас первый год, когда будет реализовываться эта программа. Так как мы готовы к ней и документально, и информационно, и горожанам будем сейчас все больше и чаще объяснять, и от встреч и собраний с горожанами будет происходить, нам очень важно, на самом деле, сейчас отработать этот первый год. Потому что понятно, что насколько качественно, насколько быстро и эффективно мы отработаем первый год, настолько мы сможем рассчитывать на финансирование в 2018 году. Понятно, что небольшая сумма на данный момент, понятно, что есть определенные пока нюансы именно и в формировании документации, именно в конкурсном отборе, но все равно надо делать, надо пробовать. Нет, естественно, опыта у нас еще подобного нет, поэтому надо все нюансы оттачивать, да, и смотреть. И самое, опять же, главное, деньги, но не суть сколько, да? Для старта, мне кажется, этого достаточно. До старта, во-первых, достаточно, не будем забывать о том, что у нас еще, помимо этого, очень большая сейчас нагрузка будет и на администрацию, я имею в виду по благоустройству города, в частности, я говорю о... То есть эта программа не снимает ответственность и обязанность администрации и по текущей работе по благоустройству? Мало того, что по текущей работе, Денис, помимо этого, мы знаем, что городу Петрозаводску выделено порядка 100 миллионов рублей на спортивные и детские площадки сейчас, и именно этот объем также, в любом случае, мы понимаем, что это тоже благоустройство, это та же работа по формированию комфортной среды. Помимо этого, правильно вы говорите, только помимо этого, есть еще и текущие обязанности администрации по содержанию дорог. Да, вы представляете, вот этот вал работ, который сейчас навалится, тут мы не умываем руки, тут в любом случае мы будем помогать администрации города, будем помогать республиканской власти, именно для того, чтобы конструктивно взаимодействовать и показывать горожанам, что мы умеем работать, и что мы совместно именно с горожанами можем реализовывать такого рода проекты. – Геннадий Павлович, с городской комфортной средой более-менее на данном этапе все ясно, я думаю, мы еще не раз по этому поводу встретимся и переговорим, наболевшее о том, что говорят горожане. У нас со снегом асфальт почему-то стал всходить, и вплоть до новых дорог, которые недавно отремонтированы. Что у нас в этом направлении? – Полностью согласен, Денис, да, указывались эти нарекания были и от депутатского корпуса, и от общественных контролеров, которые созданы были в рамках реализации проекта по контролю за ремонтом дорог в городе Петрозаводске. И именно сейчас уже, благодаря общественным контролерам, первые замечания по новым покрытиям, которые были произведены в городе, уже сейчас подрядные организации устраняют пока, на данный момент, холодным асфальтом, те огрехи, которые были признаны на данный момент. В любом случае, общественные контролеры работают, депутатский корпус работает, это мы всегда указывали администрации на то, что необходимо не только выполнить работы, но проконтролировать их и отследить именно гарантийное содержание этих дорог. Сейчас в активной фазе все работает, уверен, что если будут еще более активные обращения горожан по конкретным адресам, по конкретным дорогам, по конкретным ямам, будем также оперативно реагировать и указывать администрации на ямочный на данный момент ремонт. В любом случае не допустим, чтобы летом не работали подрядные организации в рамках гарантийного обслуживания. На этом я сегодня, Геннадий Павлович, предлагаю закончить. Время у нас уже просто физически подошло к концу. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся и продолжим обсуждение насущных и актуальных проблем. Напоминаю, у меня в гостях был председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Павлович Батнарчук. Вы смотрели важную тему на ТНТ. Олег, увидимся в нашем эфире. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова